Чтобы создать новую карточку учета выработки, нужно в главном меню «Карточка» выбрать пункт «Создать» или нажать кнопку «Создать» на панели инструментов. Появится диалоговое окно, в котором необходимо ввести информацию о карточке. Нужно указать номер карточки в поле наименования. Можно использовать любые символы. Указать количество изделий в карточке. Далее нужно указать, на основе какой схемы разделения труда будет составляться карточка. Чтобы было легче найти нужную схему в общем списке, можно указать соответствующий ассортимент и заказчика. Кроме того, справа от списка со схемами находится поле быстрого поиска по номеру модели. При необходимости можно изменить дату создания карточки и указать коэффициент тиража. Обычно он применяется для пробных партий изделий. Параметры «Заказ» не являются обязательным. Можно скрыть это поле ввода в окне настроек программы. Параметры «Маршрутный лист», «Карта кроя», «Процессные номера изделий», «Размер», «Рост» и «Цвет» также не являются обязательными. Они необходимы только при попачечном учете выработки. Желательно указать поток или бригаду. Это позволит отфильтровать рабочих только указанного потока. По омолчанию предлагается первый поток из свойств схемы разделения труда. Индикатор «Дополнительные операции» используется для создания карточек учета выработки по тем технологическим операциям, которые делаются вне потока и исключаются при составлении схемы разделения труда. Когда вся необходимая информация внесена, для сохранения нужно нажать кнопку «Ок». После создания карточка сразу же появится на экране и с ней можно работать. Чтобы изменить какие-либо характеристики открытой карточки учета выработки, необходимо в главном меню карточка выбрать пункт «Свойства» или нажать кнопку «Свойства» на панели инструментов. В открывшемся окне внести нужные изменения и нажать кнопку «Ок». Чтобы вызвать на экран ранее созданную карточку учета выработки, нужно в главном меню карточка выбрать пункт «Открыть» или нажать кнопку «Открыть» на панели инструментов. В предложенном списке выбрать нужную карточку и нажать кнопку «Ок». Для облегчения поиска карточек можно ограничить диапазон времени, то есть выбрать начальную и конечную даты создания карточек в верхней части окна. Там же есть поля быстрого поиска карточки по ее номеру и по номеру модели. Чтобы увидеть сумму распределенной заработной платы по карточке, нужно щелкнуть один раз левой кнопкой мыши по строке таблицы. Для удаления ошибочно введенной или ненужной карточки учета выработки нужно вызвать ее на экран и затем в главном меню карточка выбрать пункт «Удалить» или нажать кнопку «Удалить» на панели инструментов. На экране появится диалоговое окно, требующее подтверждения операции удаления. После ответа «Да» карточка будет удалена из базы данных. Если в состав программного комплекса «Джулеви» входит модуль «Учет кроя», он может входить в состав ARM «Планирование заказа» или ARM «Предварительная проработка заказа». Используется метод ввода данных по каждой пачке кроя, то можно создать набор карточек учета, соответствующих маршрутным листам. Для этого нужно выбрать пункт «Меню» «Карточка» «Импортировать маршрутки из ОСУ» или нажать на панели инструментов кнопку «Импортировать маршрутки из ОСУ». В открывшемся окне выбрать нужную схему разделения труда. Для облегчения поиска можно указать ассортимент и заказчика. В списке заказов выбрать нужный заказ. А в списке маршрутных листов выделить нужные позиции. Можно ограничить список маршрутных листов по размеру, росту изделия или по его цвету. Выделять маршрутные листы можно, щелкая по ним левой кнопкой мыши при нажатой клавише Ctrl, либо воспользовавшись кнопками под таблицей. Затем нужно указать шаблон нумерации карточек в поле «Нумеровать с номера» или перевести переключатель в положение «Нумеровать как маршрутки». Когда указаны все параметры, нужно нажать кнопку «Создать карточки». В процессе создания карточек программа может выдать окно уточнения некоторых параметров. В нем будут перечислены те значения, которых еще нет в справочниках заказчиков, бригад или цветов. Нужно будет либо добавить эти новые значения, либо указать вместо них уже имеющиеся и нажать кнопку «Далее». В результате будет сформирован соответствующий набор карточек, о чем появится уведомительное сообщение. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...